добрый день друзья сегодня поговорим опять о короне а тех силах которые в нынешнее время называются винсдерами и романовыми ну и есть еще другие названия немецко-турецко-греческие и даже кавказские как например багратионы которые как бы относятся к этой системе я корону то есть царскую или королевскую знать изучаю уже давно те кто прочитал уже мои предыдущие ранние книги знают мою книгу битва за мировой престол в ней я показал всю эту нездоровую жизнь того самого королевского клана и вот сейчас я хочу об этой жизни еще немного поговорить ну во первых давайте вспомним именно те события которые происходили ранее я уже говорил о принцессе диане вам и вы все знаете эту ситуацию когда женщина ударилась в распутство и королевская знать вынуждена была ее ликвидировать в какой-то дорожной аварии причем в этом в этом перед очередным новым годом рождеством королева мать усопшая наконец-то она призналась публично и это транслировалось в интернете естественно весь интернет бурлил но так называемые прогрессивные силы они как бы не заметили этого признания и до королевы не добрались никакие правоохранители это как бы такое знаете штрешок в то что королевская знать она стоит за законом и мы с вами должны понимать что закон существует только для толпы для тех кто выше толпы и над толпой закон не существует они сами являются производителями закона это нужно усвоить раз и навсегда и не пытаться искать в высших эшелонах любой власти в том числе американской английской европейской какой-то истины указывая на то что они должны соблюдать какую-то конституцию какой-то закон и вообще какие-то права и обязанности иметь я вам скажу только один моментик вы сами понимаете что бессмысленно королевскому роду апеллировать по поводу того чтобы он чтил английскую конституцию допустим или американскую конституцию почему да потому что королевский род это пандемическое образование он образован по всей земле а англия для него лишь резиденция временного частичного проживания определенной части королевского клана так вот что такое короли что такое короли что такое цари нам рассказывают что есть такие были такие летописи русские были такие различные европейские летописи сегодня уже придумали что были и существуют различные ближневосточные летописи китайские летописи посмотрите в википедию вы удивитесь там большая часть истории планеты сегодня отдана юго-восточной азии которая оказывается уже 5000 лет до вот нашего с вами проживания все имела все знала и во всем этом цивилизованном купалась и королей естественно с царями имела своих но это все ложь это все ложь те кто учился в ранних школах раннего времени советского времени мы с вами все знаем что никаких южно азиатских юго-восточно азиатских стран цивилизованных не было в принципе еще в наше время только сейчас началась активная пропаганда примерно такого плана как чуть ранее говорилось что украинцы древние укры выкопали черное море своими собственными лопатами и всем остальным так вот смысл то в чем дело в том что клан царей королей и всех остальных кайзеров и тому подобных он несет свое предназначение и берет свое начало от солнца от солнца эта группа лиц группа лиц можно ее назвать мафией потому что этот термин обозначает семью которая стоит над законом который не чтит народные законы законы толпы можно ее назвать мировой мафии что в общем то так и есть и соответствует реальности так вот королевская мафия образовалась после того как было зажжено библейское солнце мы с вами уже много на эту тему говорили и те кто считает что это неправильно когда я говорю что солнце появилось вот недавно в конце 19 века на небе и начало нам светить почитайте библию потому что я еще раз говорю и упор делаю на этом что библия это такое издание на котором клянутся президенты многих стран это значит что это достоверный источник который является источником власти президентской власти государственности и науки сегодняшней то есть если вы хотите искать какую-то истину для библейских народов и библейской цивилизации которые сегодня в мире существует мы вы мы должны искать этот источник в том числе и в той самой библии а книга бытия первая книга бытия ветхого завета она и говорит что бог создал солнце и луну для того чтобы подсчитывать время и освещать улицы наших городов это в прямом смысле так и было и я вам уже говорил каким образом создана солнце каждый человек 250 ватт электроэнергии испускает умножаете на 8 миллиардов получается колоссальная электромагнитная энергия ну и когда вот вы допустим подаете высокое напряжение на два электрода вы получаете сварочную электродугу которая горит также ярко как то самое солнце кто в наше время обращал внимание на степень раскаленности нашего светила вы наверное замечали что сегодня солнце не ласковое и добрая она именно как сварка сандалит по нашим глазам и по нашим территориям это в каком-то смысле хорошо потому что яркость событий она конечно теперь повышена нежели было когда-то но с другой стороны подтверждает то что это сварочный аппарат небесного такого изготовления солнце не более не менее это естественно звезда возможно вот как мы ее понимаем внутри себя ну а реально это коллективные собрание той энергии которую испускает человек животные и все остальные живые организмы это энергии собирается кумулятивным образом в одно светило вот оно на нашем небосклоне и светит и дело в том что в это светило уходят все наши электрические души то есть они туда не улетают от каждого а именно подключаются к этому светилу и мы как бы наполняем это светило своей душой своей энергией как фильме матрица мы подключены к нему с другой стороны это светило начинает ретранслировать и управлять нами каждым из нас так вот вот это управление оно является в нашем времени самым главным из категорий управления сформировалась это управление я еще расскажу в конце девятнадцатого века оформилась в религии ветхого и нового завета в начале в первой половине двадцатого века сегодня мы получили тот аппарат который управляет каждым из нас как будто мы для него биороботы но и естественно зная вот эту ситуацию понимая обратную связь которая теперь в этом смысле существует с каждым из нас те люди которые все это первыми осознали и стали себя встраивать в эту цепочку в качестве царей и королей когда романовы и винздеры поняли ну то есть начальники их рода те кто начинали вот этот род когда они поняли что солнце теперь является нашим богом и они писали этот самый ветхий завет когда они осознали всю эту силу управления идущую от солнца через них они встроились в эту систему и стали транслировать от имени бога солнца управление свое на всю территорию поэтому когда мы читаем русские народные волшебные сказки которые были записаны русским географическим обществом до середины девятнадцатого века мы с вами видим в этих сказках одно там нет никаких царей нет никаких королей тем более с именами романовых или каких-нибудь там винздоров или каких-то немцев как вот теперь нам стало известно впервые романовы рот романовых получил свое имя романовы романовы только в результате великой октябрьской социалистической революции то есть после 1917 года до этого никаких романовых и тоже никаких винздоров не существовало были какие-то номерные пацаны которые под номерами своими работали в корпорации царей и королей под номерами как сегодня в ватикане папа пи первый папа пи второй они между собой не родственники ватиканские вот это папская знать они они работники ватикана граждане государства ватикан это корпорация государственного плана которая расползлась по государству по всем государством и осуществляет религиозное мафиозное управление нашими государствами всеми государствами ну естественно эта корпорация имеет два больших крыла иудаизм и христианство ветхий завет и новый завет и маленький хвостик под названием ислам может быть ислам и является какой-то другой частью этой самой большой птицы управления но мы пока оставим его сторону так вот что еще интересно и я делаю еще раз упор в этом отношении дело в том что действительно в русских народных сказках до середины 19 века нет никакого упоминания романовых последние 50 лет 19 века там началась вот такая байда и даже те цензоры которые цензурировали русские народные сказки они выбрасывали любое упоминание из них направленная на религиозные символы в виде христианства в виде мусульманства в виде иудаизма может быть это изымание там было три сказки изъято это официально подтверждено считается это надежно может быть это изъятие существовал для того чтобы указать что да вот уже в 19 веке уже были сказки о христе и всем таком прочем а потом уже это уже доказывает свою очередь древность определенная может быть для этого потому что реально эти сказки в издание не вошли они попали туда только в середине двадцатого века когда уже академия наук советского союза туда все это вернула и назвала издание 19 века русских народных сказок памятником памятником литературы памятник для чего существует памятник чтобы помнить определенные вещи не только русские народные сказки но и то что из них выбросили христа и все упоминания о нем таких псевдосказок было три как теперь говорит наука не знаю были ли они в 19 веке я например сомневаюсь но так или иначе до начала двадцатого века не было никаких романовых нет ни одного подтверждения надежного народного подтверждения что они были а каким образом стало это подтверждаться в 1841 году екатерина вторая впервые нагнулась на пол вот так посмотреть и обнаружила что на полу то лежат русские летописи вы представляете и их-то навалом и как и вот их никто не видел из 1841 года была образована специальная группа ученых которая принялась изучать русские летописи ну я вам уже много раз говорю что русские летописи вообще русскими не являются они описывают культ каких-то людей которые привязаны к киеву мы с вами уже сегодня знаем что киевский цикл всех исторических исторических в кавычках данных является полным вымыслом и вот к этому вымыслу относятся эти самые летописи в чем их фишка в том что в русских летописях русские в кавычках стало впервые излагаться то что оказывается на руси на киевской руси ну и как бы типа на всей нашей руси существовал тот самый рот вот этих романовых который и правил и дому романовых там 300 лет 400 лет там миллиарды лет скоро будут на самом деле это только в летописях за пределами летописи нет ничего все остальное только подделки и те кто из зрителей меня спрашивают ну как же вот монеты есть о том что 300 лет дому романовых дело в том что я сам я сам снимал интервью одного из тех кто занимается реставрацией древних источников это было официальное интервью на официальной выставке когда на эту выставку пришла мария генсолерн которая является представителем дома тогда она заявляла что она является представителем дома романовых но дом романовых как бы от нее открестился потому что она хотела перенять власть здесь о реальных людей которые сегодня представляют этот дом и мы знаем все этого человека он заявлял уже об этом в эфире лет так 10 тому назад так вот в этом интервью тот самый начальник этой фирмы сказал что его фирма может сделать любой артефакт и никто никогда не подкопается к его достоверности это конечно не признание но это говорит о том что действительно любые артефакты тем более нам сегодня представляют артефакты которые подверглись реставрации то есть это не артефакты это новоделы такие красивые золотистые всякие подумаешь там кто-то их там немножко улучшил что-то внес в них новое это не артефакты так вот я еще раз возвращаясь русские сказки не содержат намека на дом романовых далее второе не существует исторических источников ранее конца 19 века в которых мы могли бы с вами изучить и посмотреть государственные строения нашего с вами государства и других естественно просто других государств там не было я вам уже много раз говорил что подавляющее большинство государств стало образовываться в конце 19 века а совсем большое окончательное сегодняшнее это был двадцатый век ну например турция это где-то тридцатые годы двадцатые годы сша это конец девятнадцатого века но и вот так даже такие вещи как переход на современный календарь на современный на григорианский они происходят до сих пор 2022 год 22 год 2000 вы представляете саудовская аравия переходит на григорианский календарь как они совершали сделки международные сделки имеется в виду когда они не знали времени как они попадали на какую-то скажем так встречу встречу дипломатическую или коммерческую если они не знали когда туда приходить календаря то не было никакого у них вы представляете а вот сейчас начали нефть качать из тех территорий и цивилизация вынуждена была дать саудовцам то что называется сегодняшним календарем чтобы привязать их коммерции к взаимным сношением на дипломатической и торговой почве чтобы можно было фигурировать кредитами с какими-то сделками вот нефть выросла государство сразу влилось в цивилизацию но это уже третье тысячелетие представляете 22 год это было буквально вот совсем недавно ну и наконец еще немного о летописи дело в том что если вы сами изучите сказки западных народов мифы западных народов но различную вот эту мифологии которая идет от народок где народ не стесняется говорить правду и где народ не ограничен никакими законами и другими рамками если вы на все это посмотрите внимательно многие из вас читали многие из вас знают да там как бы упоминается какие-то начальники общее название царь-король и тому подобное но в них вот в этих сказках нет обозначение того что это такой-то царь что это такой-то король что это такой-то персонаж который был реальным правителем ну хотя бы в том же 19 веке все европейские сказки они также без указания правителей без указания государства почему да все потому что до 19 века в европе тоже не было никаких государств никаких королей а как они появились ну например там центральные европейские немецкие всякие там кайзеры и тому подобное римская вот это греческая культура как все это появилось да очень просто в начале двадцатого века писатели различные историки точнее писатели от историков стали изображать всех этих царей и королей уже в контексте исторического существования которое это историческое существование они же сами и выдумывали вот так появился наш сегодняшний исторический мир и когда некоторые комментаторы мне пишут что ну вот история там это не мое что вот надо было изучать историю лучше в школе или что-то типа этого друзья я уже 20 лет изучаю историю изучая ее математическими и другими методами и я абсолютно точно говорю что история как любая наука требует не заучивание в школе не заучивание это не там длится умножение понимаете а то что дважды два четыре в школе вы выучили но это не факт что дважды два четыре потому что если вы возьмете высшую математику или физику у вас получится совершенно другой результат я на примере математики и физики алгебры и физики вам покажу в чем различается этот результат если вы берете алгебру в которой нет физических размерностей тех самых цифр которые вы перемножаете то у вас например 2 умножить на 2 будет равняться 4 потому что нет размерности чисел и мы перемножаем числа которые предполагаем что средние века это было распространено примерно в 17 веке что они занимают некоторую фигуру то есть два и еще два в два ряда по два числа это фигурное число которое имеет квадратную форму и количество элементов в квадратной форме равно 4 отсюда пошла та самая сегодняшняя таблица умножения она правильная для определенных подсчетов но не для физики а чем отличается физика от этого процесса если мы два вектор 2 умножаем на самого себя на этот же вектор 2 между ними между двумя копиями синус угла равен нулю поэтому умножение которое содержит синус угла между векторами равняется нулю поэтому в физике 2 умножить на 2 равно нулю потому что каждая двойка имеет под собой правильную физическую размерность 2 метра умножить на 2 метра это не будет 4 метра в квадрате как нам сегодня говорят это будет ровно ноль а чтобы получить 4 метра в квадрате нужно одну копию из этого повернуть на 90 градусов вот тогда получится 4 метра в квадрате умноженные на угол 90 градусов вот какая будет размерность это я отошел от того от исторического описания но теперь я к нему возвращаюсь чтобы вы поняли история абсолютно такая же наука для упрощенной версии которой мы с вами можем пользоваться в школе есть определенная таблица исторического умножения исторические факты даты где без понимания например там 3000 лет тому назад был древний египет ну с какого буду на взяли современные историки дату 3000 лет до нашей эры если первый календарь был изобретен примерно в 1592 тире восьмом году изобретен и потребовалось еще много веков чтобы ввести его в наше с вами цивилизованное существование и этот календарь не устанавливает что до его начала были какие-то годы до нашей эры вы представляете вы подходите к телевизору и начинаете его включать вы включаете вдруг вам телевизор говорит а вот за 10 минут до твоего включения я показывал то 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 да не было ничего на этом телевизоре за 10 минут и за 20 минут до того как вы его включили история это тоже самое это мониторинг событий которые вы наблюдаете через некоторые описания и те самые романовы винстеры это элемент этого мониторинга они были включены повторяюсь в начале двадцатого века как представители власти они являются представителями корпорации корпорации как папа и папская вся вот это знать они не являются родственниками они устроили свою семью на старых догмах о семье когда один служащий и другой служащий составляют между собой какую-то пару муж и жена у них какие-то дети там есть все это все это это корпорация царей которые ведут свою власть и извещают нас о том что они транслируют свою власть от солнца а солнце сегодня христианский бог и вот когда появилось христианство это примерно первая треть двадцатого века вот тогда и стали получаться те самые романовы и винстеры почему в восемнадцатом году да потому что восемнадцатый год 1918 год это год совершеннолетия самого христа он родился в 1900 году в 1918 году он стал совершеннолетним и в 1934 году его типа распяли я уже вам об этом много раз говорил можете проверить все мои данные которые я выкладываю на этот счет они все как говорится бьются достоверные просто нас обучают вот сегодня день знаний нас обучает старой какой-то догматики которая уходит туда в древность истории ложными своими щупальцами и мы как бы укореняемся в той самой ложной истории именно этими своими ложными щупальцами а теперь мы знаем что романовы и винстеры являются новоделами вся их корпорация которая зарабатывает на всю корпорацию на весь мир всего лишь 400 миллионов фунтов в год она в общем-то историческая и цивилизационная мелочь